В руках у меня петли для протачивания изделий, чтобы из толстой заготовки сделать заготовку более изящную, тонкую. Сегодня мы займемся проточкой за гончарным кругом и протачивать будем японский тяван, чашу для чаепития. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Пока мы сидим дома, я провожу онлайн мастер-классы по видеосвязи, по лепке и даже за гончарным кругом. Хотите получить консультацию по оборудованию, по организации домашней гончарной и керамической мастерской, ссылка в описании. Ну что, друзья, здесь я занимаюсь протачиванием изделий, протачиванием тяванов изнутри и снаружи. Сначала точу их изнутри. Вот посмотрите, какой у меня толстый получился бортик, потому что форма крутилась кверх ногами. Ну, соответственно, чем толще вот этот бортик, тем крепче прилипание к поверхности нашей планшайбы, к диску. Соответственно, ну здесь нужно точить после того, как уже изделие высохло. Вот этим я и занимаюсь. Вот такая заготовка у меня достаточно грубоватая сейчас в руках. Но можно посмотреть, что эти заготовки превращаются вон в те замечательные тяваны. Они уже проточены, подготовлены ко второму этапу проточки, к протачиванию ножки. И вот здесь вы уже видите отлащённые тяваны, немножко уже подлащённые, я бы так сказал, снаружи. Поэтому виден такой блеск. Они в пакетах и, соответственно, немножко, ну скажем так, я их контролирую. Контролирую высыхание этих тяванов и подлащиваю, как только они высыхают. Вот. Сейчас вы увидите, как это происходит. Я ставлю вот в такой кусок глины. Вот этот кусок глины у меня. Давайте я заново всё это сделаю. Вот раскатывается такая колбаска. Эта колбаска приклеивается вот сюда на бортик. Соответственно, я чуть-чуть вот намокрю этот бортик. Много не нужно воды. И вот таким образом я скатываю эту колбаску. Вот. Всё. Она у меня уже схватилась с кругом. Никуда уже не уползёт без моего контроля. Дальше я беру тяван, ставлю его вот сюда вот ножкой. Японцы любят всё, я бы не сказал, кривое и косое, но они любят художественное ручное, не фабричное. Поэтому я здесь сильно не заморачиваюсь ни с центрированием, ни с размерами чаши. Ну, скажем так, чтобы она... Она у меня не идеальная. И, соответственно, я не делаю её идеальной. Ну, вот я её приклеил и нормально. Крутанул. Увидел, что чуть-чуть надо подправить. Буквально вот минутку. И она у меня встаёт. Ну, так, как мне хочется. Ну, сейчас ещё бьёт. Давайте я вот так её поставлю. Вот. Ну, мне приемлемо. И начинаю здесь вот её как-то облагораживать. Сделаю небольшую спиральку изнутри. Таким образом дам понять, что здесь всё-таки такая ручная работа. Со скрёб. Видите, она достаточно сильно может здесь бить. И, тем не менее, я не заморачиваюсь, чтобы её идеально поставить. Потому что она у меня просто стоит. Вот, друзья, вот так вот беру. Видите, она у меня просто стоит в руках. Вот. Ещё раз её ставлю. И продолжаю точить. Точу сверху, стачиваю немножко это ребро. И точу внутрь. То, что у меня бортик будет чуть-чуть разных толщин, из-за того, что я не поставил на центр её идеально, это даже лучше. Это считается в Японии высокохудожественным произведением ручного труда. Ну, я не знаю, может быть, это и не так. Поправьте меня в комментариях. Вот, тем не менее, я решил вот таким образом делать. Для меня это какой-то шарм такой даже. Можно так сказать. Ну, всё. Вот я проточил. И у меня бортик, в общем-то, достаточно уже тонковат для этой глины. Ну, на самом деле, оптимальный. Я бы не сказал, что его нужно точить как фарфор, но он оптимальный бортик. Вот. А теперь я перехожу к тому, что я проточу его снаружи. Уже мне колбаса это не потребуется. Я уже проточил все тяваны изнутри. Поэтому мне сейчас нужно его приклепить, приклеить вот на центр уже кверх ногами. Вот. Ну, собственно, здесь была остаточная влага, поэтому, видите, он приклеился. Давайте, если у вас нет остаточной влаги, делаем так. Вот у меня есть ведёрко с водичкой. Я опускаю его внутрь. Бортик у меня мокрый. Ну, а теперь вот я его так вот шурую. Слой воды утончается, становится нанослоем воды. Вода впитывается внутрь тявана. Ну, и всё. Вот он у меня на центре. Здесь мне уже помогли вот эти концентрические круги. Видите, он не так сильно бьёт, как... Когда я его точил, наоборот, впрямую, вот здесь проточу ножку. Причём, держу я её, видите, на палец опираю петлю. Таким образом, у меня плоскость ножки будет параллельна плоскости низа, ну, то есть, верха. Ну, то есть, он будет стоять ровно, а не криво. Даже если я сверху протащил чуть-чуть кривовато. Вот здесь я меняю на прямую петельку. Обратите внимание, голову я повернул вниз, чтобы видеть силуэт не сверху, а видеть силуэт сбоку. Вот здесь я точу аккуратненько уже всё туловище. Делаю я это для того, чтобы не замывать. Просто потому, чтобы все отпечатки пальцев, там какие-то нелепости были срезаны. То есть, можно замывать. У нас есть на канале ролик про замывание. Можете его посмотреть. А можно вот таким образом протачивать изделие. И срезать все отпечатки пальцев, все неровности. Вот таким образом, видите, уже у меня здесь возникла линия. Ещё разочек чуть-чуть подрежу. Не буду его делать слишком тонкий. Всё-таки это не фарфор. Ещё раз сделаю ножку. Ну, и можно изнутри вот чуть-чуть там выбрать. Тоже внутри ножки сделать её поизящней. Ну, и прямо, видите, дую, чтобы выскакивали оттуда все внутри собранные стружки. Мне не мешались. Тут обратите внимание ещё на набор петель, которыми я точу. Сейчас я точил вот такой петлёй. Она самая острая. Вот сейчас возьму вот эту петлю. Протачу внутри. А вообще есть ещё вот такая у меня в арсенале. Такая. И вот такая. Это более острые. Они для более затвердевшей глины. Всё-таки вот такими петлями, они практически вообще не заострённые ни разу. Ими можно точить. Ну, вот совсем, наверное, мокрые вещи. Ну, и вот сюда вот я уже внедряюсь внутрь, чтобы подточить. Внутри край у японских форм такие все. Иногда острые углы встречаются. У них даже есть чайники квадратные. Корзинки они клеют из глины квадратные. Такие чайники тоже. Если встречали, можете ссылку кинуть вниз в комментариях. Вот так. Ну и всё. А теперь самое главное, мы пролощим изделие. Вот смотрите, у меня есть камушек такой. И он должен быть и твёрдый, и чистый. Относительно чистый, конечно. И он должен быть гладкий. Максимально гладкий, не шершавый. Вот это место, моё любимое для влащения. И вот таким образом я начинаю уплотнять чешуйки глины. И вот если я уже дотрагиваю сюда пальцем, глина становится очень гладкой. Вот здесь она прямо совсем гладкая. Я дунул. Внутри можно чуть-чуть полощить краешек. Ну и снаружи, вот смотрите. Буквально некоторое количество секунд, и форма начинает блестеть практически. Вот. Можно подлащивать периодически, она будет подсыхать. Сейчас ещё какое-то время. То есть, можно долащивать её. И даже, в общем, можно даже своё отражение в ней увидеть, если хорошо отлащить. Особенно если глина это позволяет. Вот у нас фенинская глина, она с небольшим количеством песка. И нужно лощить как раз её в коже твёрдом состоянии. Ну или-то размачивать хитро. Об этом тоже можете в других роликах посмотреть. Либо вот лощить в коже твёрдом состоянии, тогда песчины будут влащиваться внутрь. И вот краешек здесь всё-таки я чуть-чуть закругляю, и он у меня уже меньше вероятность, что он отколется. Ну всё, вот такой получился тяванчик. Теперь, конечно, его нужно ещё подсушить. Ещё, может быть, подлощить. Пролощить его изнутри, ну и в обжиг, естественно. Изучайте, друзья, другие традиции, иные. Экспериментируйте с разными способами лепки и выкручивания на гончарном круге. Записывайтесь, приезжайте ко мне на интенсив. Ну а с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч!